ну я как всегда буду ложкой дегтя бочки меда значит я не готов обсуждать насколько важный госэкзамен по конституционному праву изучение конституционного права как основного предмета потому что вот я 22 года представляю правительство в конституционном суде вроде не очень плохо если до сих пор не выгнали но я конституционное право российской федерации в институте не изучал и дима вяткин не изучал и коновалов не изучала и андрей кришев с не изучали но как-то в общем вот такие представители да кстати больше того никто из судей конституционного суда в институте конституционное право российской федерации не изучали но как-то справляются поэтому наверное все таки речь идет не о специальном курсе а о хорошей теоретической базовой подготовки которая позволяет потом заниматься конституционным правом морским трубопроводным даже у нас такое право вроде скоро появится вот если есть базовые по хорошие личные знания базовые то тогда ты можешь справиться с чем угодно я также не готов обсуждать бакалавриат магистратура специалитет это все извините меня форма я бы хотел поговорить о содержании мое отношение к образованию сводится очень простой формуле хочешь поможем не хочешь заставим а как поможем кто поможет вот давайте посмотрим на наш преподавательский состав значит зарплата преподавателя юридического вуза когда я учился средняя зарплата по стране было 80 рублей а зарплата доктора наук профессора 450 завкафедрой 550 80 550 сегодня зарплата доцента юридического вуза равняется зарплате доставщика пиццы вопрос а кто захочет за такую зарплату из квалифицированных юристов на которых есть спрос на рынке идти преподавать преподавательская работа очень тяжелая очень тяжелая а зарплата как у доставщика пиццы следующая причина финансирование нас нас отчисляли у меня как-то не отчислили почему-то но нас отчисляли за не сданную сессию за нарушение этики кодекса строительства коммунизма и тогда нас отчисляли а вы слышали когда-нибудь про отчисления сегодня из вузов я чё-то не слышал имя есть объяснение почему кто очистит студент из коммерческого вуза кто откажется от собственных денег а что в бюджетных лучше в бюджетных идет по душевое финансирование если после первой или второй сессии студента очистить то есть бюджета в этот вуз поступит денег меньше на одну голову кто откажется своих денег вот это вот по душевое финансирование высшего образования бюджетного это просто гроб с музыкой для любого высшего образования следующая причина отсутствие контроля на выходе кто сегодня принимает госэкзамен сами преподаватели этого вуза когда я учился то при этом госкомиссии всегда был представитель вуза другого из другого региона и как правило он в этом вузе был один раз вот это был контроль на выходе это был реальный контроль и остудане студента и работы вуза а сегодня сам вуз принимает результаты своей собственной работы у студентов которых он его не выгодно было отчислять что вы хотите получить на выходе я вам сейчас приведу несколько примеров чтобы получаем на выходе давайте примеры я довольно часто мне приходится встречаться с людьми соискателями работы юридической в москве есть четыре вуза с выпускниками которых я встречаюсь это вышка это мгюа это юрфак мгу это мгимо ну вроде бы есть некоторые отдельные примеры свидетельствующие о том что хорошее юридическое образование дает еще санкт-петербургский юридический факультет ну по крайней мере ленинградский давал точно кто попробовать со мной поспорить интересно вот так вот вам примеры кандидат юридических наук по уголовному праву мгу значит специализация при обучении уголовное право стаж работы адвокатом пять лет ну простой вопрос да так формально надо же было что-то спросить а какой у нас возраст уголовной ответственности 18 и учет а есть более раннего до 16 и он скажите по какому критерию законодатель вот этих с 18 а этих 16 по тяжести преступления все приехали выпускник мгюа цивилист гражданская права и специализация кто такие обязательные наследники наследники первой очереди до свидания следующий пример вопрос представителя выше школы экономики цивилист на все вопросы хорошо отвечал правда вопрос тонкие комариенты не знаю ты же цивилисту ты не можешь не знать кто такие комариенты вот ну и конечно шедевр был за мгу какая разница между поручением и поручительством а это синонимы что делать а делать вот что на самом деле ларочка открывается очень просто ну я уже не говорю там понимаю что валерий дмитрий рад бы поднять зарплаты преподавателям но уж по крайней мере если действительно не только на словах мы признаем важность юридического образования до страны кстати вот интересно цифра получала 400 тысяч сейчас учатся теперь задумайтесь 400 тысяч за пять лет мы получим 2 миллиона 100 юристов 2 миллиона юристов она нам надо а какого качества будут эти юристы кто их преподает вас есть преподаватели для двух миллионов юристов задумайтесь это все фикция это никакое не образование вообще от слова совсем так вот первое что сделать это ввести реальный внешний контроль моему по моему глубочайшему убеждению госэкзамены должны приниматься комиссии которая возглавляется представителями другого вуза второе прекратить подушевое финансирование бюджетных мест выделились института какое-то количество денег вот с первого до четвертого пятого неважно курса вот это количество денег будет получать вуз и можете отчислять без дарей а не тащить их ради денег до получения диплома и последнее это квалификационный экзамен для большинства профессий у нас сегодня есть это к вопросу заставить это первое что я говорю это кто будет помогать а теперь как заставить а заставить очень просто если студент юрист будет понимать что для того чтобы стать сегодня судьей адвокатом нотариусом надо будет сдать экзамен не в своем родном вузе а в корпорации прекрасно это три категории где наиболее квалифицированные юристы кстати вы знаете что следователем следственного комитета можно быть по закону о следственном комитете человеку который получил прошел половину курса юридического образования то есть человеку закончившему второй курс маленькая деталь уголовное право особенная часть преподается с третьего курса но следователем следственного комитета уже можно быть так вот значит по основным юридическим специальностям должен быть введен квалификационный экзамен я имею ввиду госслужба по крайней мере начиная и муниципальная служба начиная с такой-то в такого-то уровня ты должен сдать квалификационный экзамен до юрис консульту корпоративного юриста шиномонтажной мастерской ему нынешнего юридического образования наверное хватит ну до увольнения я имею ввиду потому что его быстро уволят вот значит обязательно такой вот квалификационный экзамен это то что студент будет понимать что как бы он в институте не списал шпаргалкой не воспользовался краю и все заканчиваем последняя фраза ему потом чтобы получить профессию нужно будет сдать реальный экзамен реальному работодателю они родным преподавателям вуза спасибо а